Джордж Уокер Буш – американский политик-республиканец, 43-й президент США в 2001-2009 годах, губернатор штата Техас с 1995 по 2000 год, сын 41-го президента США Джорджа Г.У. Буша, также известен как Джордж Буш-младший, окончил Ельский университет в 1968 году, бизнес-школу Гарвардского университета в 1975 году, на службе в ВВС Национальной гвардии с 1968 по 1974 год, в 1994 году избран губернатором Техаса, в 1998 году переизбран на второй срок, в 2000 году победил на президентских выборах действовавшего на тот момент вице-президента Альберта Гара. Через несколько месяцев после вступления Буша в должность 11 сентября 2001 года в США произошла серия крупных терактов, в ответ на которые Буш объявил глобальную войну против терроризма, в том же году США вторглись в Афганистан, в 2003 году – в Ирак. В дополнение к вопросам национальной безопасности, Буш провел ряд реформ в области здравоохранения, образования и социального обеспечения, серьезно сократил налоги. В 2004 году Буш успешно переизбрался на второй срок, одержав победу над сенатором-демократом Джоном Кэрри. В 2005 году администрация Буша подверглась критике за неумелое управление в кризисной ситуации, вызванной ураганом Катрина. В декабре 2007 года США вступили в крупнейшую со времен Второй мировой войны рецессию, что вынудило президентскую администрацию активнее вмешиваться в экономику, притворяя комплекс мер для стимулирования ее роста. Хотя Буш был популярным президентом на протяжении первого своего срока, во втором его рейтинг постоянно снижался. В 2009 году на посту президента его сменил Барак Обама, Буш вернулся в Техас, в настоящее время занимается общественной деятельностью. В 2010 году опубликовал свои мемуары под названием «Поворотные моменты», сразу возглавившие списки бессилеров. Ранние годы. Джордж Уокер Буш младший родился 6 июля 1946 года в Нью-Хейвене в семье отставного летчика морской авиации Джорджа Герберта Уокера, Буша и Барбары. Буш, Джордж был их первым сыном. В 1949 году родилась Паулин, в 1953 году Джеб, в 1955, Нил, в 1956, Марвин и Дороти, в 1959 году дед Джорджа Прескот Шелдон Буш, в 1952-1963 годах был сенатором от Коннектикута. Детство Буша младшего прошло в городе Мидланд. После того, как Джордж закончил 7 класс, его семья переехала в Хьюстон. Там Буш два года учился в частной школе Кинкейт для подготовки к поступлению в университет, начал образование в Академии Филлипса. В 1968 получил степень бакалавра истории в Ельском университете, где учился средний, но пользовался популярностью. В 1968-1973 служил в Национальной гвардии, был пилотом самолета F-102 в ВВС Национальной гвардии Техаса. В 1973-1975 учился в Гарвардской школе бизнеса, получил степень магистра делового администрирования. Потом вернулся в Мидланд, где работал в нефтяной отрасли до 1986 года. Несколько раз активно участвовал в предвыборных кампаниях отца, был его советником. В 1977-1977 выставлял кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США. В 1989 году совместно с несколькими партнерами купил бейсбольный клуб Техас Рейнджерес. Губернатор стал 46-й губернатором Техаса 8 ноября 1994 года, когда получил 53,5% голосов. На этом посту завоевал репутацию эффективного политика, умеющего сотрудничать с оппозицией, стоя на позициях сострадательного консерватизма. Выступал за более активную роль церкви в социальной работе, добился поддержки со стороны многих видных демократов штата. Снова был избран губернатором 3 ноября 1998 секунд рекордно высоким числом голосов и стал первым губернатором Техаса. Избранным на второй срок сразу после первого, критиковался демократами Техаса и других штатов за подписание нескольких смертных приговоров. Осужденным, будучи губернатором, президентство первый срок в 1999 году принимает решение баллотироваться на пост президента США. На одних из самых противоречивых выборов президента в истории страны 7 ноября 2000 года в результате подсчета и пересчета голосов и пятинедельных, юридических разбирательств побеждает кандидат от демократической партии Альберта Гара. Во время предвыборной кампании Буш всячески обыгрывал подробности скандала Клинтон-Левинский, что принесло ему успех. Стал вторым в истории США президентом, занявшим этот пост после отца. Буш обладатель другого интересного достижения. Кандидат, набравший большинство голосов выборщиков, но проигравший по количеству полученных голосов граждан. Своей инаугурационной речи Буш обещал реформировать социальное страхование и «Медикэр», сократить налоговое бремя. Кабинет Буша состоял из политиков разнообразных направлений и взглядов от социал-демократов до жасских консерваторов. В феврале 2001 года президент представил федеральный бюджет, предусматривающий снижение налогов, увеличение ассигнований на образование и вооруженные силы. На этот же период пришлись первые признаки спада в экономике США. Несмотря на звучавшую критику, Конгресс в июне 2001 принял мощную программу сокращения налогов. В апреле администрации пришлось вести тяжелые переговоры с Китаем об освобождении пилотов, вынужденных посадить самолет-разведчик на территории КНР. В конце этого же года по США прокатился биотерроризм. Несколько конвертов с сибирской язвой были разосланы по офисам. В 2001 году Джордж Буш объявил о скорейшем создании полноценной системы ПРА, а годом позже отчертил так называемую «Ось зла». Также Буш заморозил проекты дальнейших исследований в области стволовых клеток. Наконец он подписал закон о запрете поздних абортов. В результате событий 11 сентября 2001 года погибли около 3000 человек. Обвиненный в организации данных терактов саудовский миллионер Усама Бин-Ладин по заявлениям спецслужб США скрывался в Афганистане. И администрация США потребовала от движения «Талибан» его выдачи. Ответом на отказ были слова Буша. «Мы выкурим их из нор и приведем их к правосудию или доставим правосудие к ним». В результате активных дипломатических усилий и военных приготовлений США удалось создать беспрецедентную коалицию для боевых действий на территории Афганистана. И к концу 2001 при поддержке авиаударов и американских подразделений группа «Маджахедов» под названием «Северный Альянс» установила контроль над Афганистаном и создала правительство национального единства. А основные силы «Талибана» были разгромлены. Для борьбы с терроризмом США было создано Управление внутренней безопасности, которое получило практически неограниченные права в отношении лиц, подозреваемых в терроризме. В декабре 2001 США заявили о выходе из договора о противоракетной обороне, что не вызвало серьезных осуждений со стороны России. В 2003 Буш инициировал нападение на Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна. Предлогом для войны стало заявление Буша о наличии в Ираке оружия массового поражения, которое якобы укрывается от инспекторов ООН, и связях Саддама с Аль-Каидой. Многие страны, поддержавшие вторжение в Афганистан, сочли доказательства, представленные США, неубедительными и отказались выступить на стороне США в этой войне. Несмотря на то, что США вновь продемонстрировали свою военную мощь, сломив сопротивление регулярных иракских войск в течение нескольких недель, война получила весьма неоднозначную оценку со стороны мирового сообщества и населения США. Дальнейшие события, показавшие бессилие американской администрации в Ираке перед волной террористических актов, организованных противниками присутствия США и других держав в стране и ростом преступности, резко снизили рейтинг Буша в преддверии новых выборов. Кроме того, стали появляться заявления официальных и неофициальных лиц о том, что никакими достоверными доказательствами наличия у Ирака ОМП и связи с Адама Салько и Едой на момент начала войны США не располагали и вторжение. В Ирак было политической авантюрой Буша с целью повысить свой внутренний рейтинг, снизившийся в результате его неудачной экономической политики, предоставление американским нефтяным компаниям возможность добывать нефть в Ираке, предоставление крупных контрактов на производство оружия частным корпорациям для нужд армии США в Ираке. В документально-публицистическом фильме Майкла Мура «Фаренгейт-9-11-х» именно эта причина называется в ряду главных поводов для начала войны. Экономика США при первом сроке даже Буша развивалась успешно. В ВВП страны постоянно рос в 2001 году на 1%, в 2002 году на 1,8%, в 2003 году на 2,8%, в 2004 году на 3,8%. Низкой оставалась инфляция 1,6% в 2002 году, 2,3% в 2003 году. Сложнее было с безработицей, уровень которой составил в 2003 году 6% трудоспособного населения США, но затем снизился 5,5% в 2004 году. Второй срок 2 ноября 2004 года одержал победу над кандидатом Демократической партией младшим сенатором от Массачусетса Джоном Керрина. В президентских выборах 2004 новым ударом по имиджу Буша стало наводнение в Новом Орлеане в результате урагана Катрина в конце августа-начале сентября 2005 года, когда затопленными оказались 80% территории города. Вследствие того, что было предпринято недостаточно мер по своевременной эвакуации города до урагана, число жертв составило несколько сотен человек. Перед ураганом жителям Нового Орлеана было предложено выехать из города, но значительная часть населения не располагала достаточными средствами для этого. В ноябре 2006 года республиканцы терпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах. Даже Буш был категорическим противником эвтаназии, что проявилось в его выступлении по делу Т. Шайва. В 2005 году муж и опекун тяжело больной Т. Шайва добился в суде вынесения и отключения своей супруги от трубки, по которой поступало питание в ее организм, что означало ее скорую смерть. Это судебное решение, вынесенное 25 февраля 2005 года, оспорили республиканцы, которые оперативно приняли федеральный закон, дававший право родителям тяжело больной оспаривать суде факт оставления дочери без медицинской помощи. Даже Буш подписал этот закон уже 21 марта 2005 года и он вступил в силу, однако спасти жизнь Т. Шайва не удалось. Уже 24 марта того же года судья Дежа, Грир, вынесший решение об отключении ее от системы жизнеобеспечения, запретил властям штата Флорида брать о ней заботу на себя. В итоге Т. Шайва через 14 дней после отключения системы, в 2007 году был активным сторонником размещения элементов про США в Восточной Европе. Также выступал за скорейшее вступление Грузии и Украины в НАТО. В августе 2008 года выступил в защиту Грузии во время российско-грузинского конфликта 23 сентября 2008 года. Выступая на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Россию в нарушении устава ООН, сказав, в частности, в ходе второго срока Дежа. Буша. Показатели экономики США были хорошими. Уровень безработицы составил в 2005 году 5,1%, в 2006 году 4,6%. Покушение. 10 мая 2005 года на площади свободы в Тбилиси Владимир Рутюнян бросил гранату в направлении трибуны, где находились президенты Грузии и США. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась. Инцидент на пресс-конференции 14 декабря 2008 года на пресс-конференции в Багдаде журналист Мунтазар Асзиди попытался попасть в Джорджа Буша, своими ботинками, метнув их в сторону трибуны. Ни один из них не попал в Джорджа Буша, который после завершения конференции расценил случившийся инцидент забавным. Однако в Ираке это считается величайшим оскорблением, как личности, так и самого человека. Выходка сопровождалась словесными оскорблениями в адрес американского президента. Журналист был арестован и сбит в тюрьме. В ходе экспертизы ботинки были уничтожены, наличие взрывчатых и иных веществ так и не было выявлено. 12 марта 2009 года суд приговорил Мунтазара Асзиди к трём годам заключения. Однако за примерное поведение 11 сентября 2009 года он был выпущен на свободу. Охрана во всех международных поездках Буша, кроме политических помощников и советников по национальной безопасности, сопровождали 250 агентов секретной службы, 15 полицейских, два конвоя из 20 бронированных машин, включая президентский лимузин, вертолеты Сикорский Сикинг и Блэк Хок. Вероисповедание Джордж Буш является приверженцем методистской церкви «Личная жизнь». В 1977 году Буш женился на Лори Уэлч, бывшей учительницей и библиотекарей. 25 ноября 1981 года у супругов появились на свет дочери и близнецы Барбары и Джена. Джена Буш и Генри Хагер вступили в брак 10 мая 2008 года в скромной церемонии на ранчо президента в родном Техасе. Признание. В 2005 году улица Миланская в Тбилиси была переименована в улицу Буша в связи с визитом президента США в Грузию. В честь ДЖ Буша выпущена серия почтовых марок Альбании 2007 года. Мнение и оценки. Буш подвергался критике за войну в Ираке, войну в Афганистане и ведение агрессивной внешней политики, а также за санкционирование его администрации и применение пыток органами до знания и следствия США к подозреваемым в терроризме. Сенатор США от штата Иллинойс Барак Обама в своей книге «Дерзость надежды» писал о нем. «Демократы нередко удивляются, когда я признаюсь, что лично Джорджа Буша не считаю плохим человеком и думаю, что он со своей администрацией искренне старается работать на благо страны». В своем интервью 2003 года Шамиль Басаев «Устами Буша весь мир Куфра заявили, что они силой установят в мире демократию, демократию в их понятии, фактически это заговор против всего мира, против всего человечества. Я назвал его Адольфом Бушем потому, что он ничем не отличается от Гитлера, который тоже устанавливал новый мировой порядок, но по-своему, с верховенства марийской расы Буш решил установить американскую демократию. Между ними нет никакой разницы, кроме используемых терминов. Принципы все те же воинствующие невежество и фашизм. Награды Орден Гази Аман Улахан за помощь, содействие и службу афганскому народу. Орден Победы имени Святого Георгия. Кавалер Большого Креста Ордена Трех Звезд. Книга. Ключевые решения. Перевод Сангл Уакимовый. М. Козыревый. Еганивый. М. Зао. Олма Медиагрупп. 2011. 544 секунды. 5000 КЗ. КОНЕЦ.